Уже восьмой год подряд, летом, на несколько дней, столица Чувашии превращается в экономическую столицу Поволжья. Сегодня, 23 июня, стартовал Чебоксарский экономический форум. В прошлом году Чебоксарский экономический форум прошел под девизом «Регионы России устойчивое развитие». На тот момент Россия уже почти два года была полноценным участником Всемирной торговой организации. Российскому бизнесу предстояло начать играть по новым правилам российским регионам, выстраивать конкурентную политику и продолжать развиваться в сложившихся условиях. Тогда многие эксперты отмечали, снижение импортных пошлин увеличило приток недорогой иностранной продукции на отечественный рынок. Наиболее уязвимой оказалась экономика регионов, чью основу составляет пищевая, легкая, химическая промышленность и машиностроение. Буквально за год ситуация перевернулась на 180 градусов, и вот уже одна из главных тем импортозамещения. А девиз форума «Регионы – новые источники роста». У нас вся промышленность, вся экономика, по сути своей, все-таки сосредоточена в регионах. Люди работают там, и поэтому очень важно, чтобы наши предприятия в тех новых предоставившихся экономических возможностях, я как раз считаю, что возможности, которые, общая экономическая ситуация, которая сложилась, как раз дает очень большие. И для регионов, и для предприятий – это и по импортозамещению, для производства новой продукции, это для налаживания, может быть, когда-то утерянных связей, для создания новых. Я думаю, что вот в рамках сегодняшнего форума очень важно будет обсудить, какие новые механизмы нужны поддержке промышленных предприятий. Форум представляет собой сочетание конференций, семинаров, круглых столов, деловых встреч в самых разных отраслях. Малый и средний бизнес, тяжелая и легкая промышленность, транспорт, энергетика, строительство. Среди тем механизмы стимулирования предпринимательской активности в регионах, источники финансирования и меры поддержки индустриальных парков, оценка регионального инвестиционного климата. К форуму как нельзя, кстати, подоспели результаты национального рейтинга. Согласно нему, Чувашия в десятки регионов с самым благоприятным инвест-климатом. Чувашская республика, как известно, имеет очень высокие рейтинги. Как регион с очевидной инвестиционной привлекательностью, как регион с очень благоприятным предпринимательским климатом, здесь в руководственном республике делается все, на мой взгляд, необходимое для того, чтобы экономика развивалась, а вместе с Чувашской экономикой развивалась экономика национальная. Михаил Васильевич Игнатьев создал дееспособную команду, которая работает мощно, она видна на общероссийском фоне. Кроме того, рейтинговое агентство «Эксперт РАП» подтвердило рейтинг кредитоспособности Чувашии по национальной шкале на уровне А+. Рейтинг уровня А+, по нашей шкале самый высокий А++, это страновой потолок, поэтому А+, это очень высокий рейтинг. Прежде всего, это очень аккуратная бюджетная политика, то есть правительство не занимает больше, чем оно может отдать. Свидетельство вручили на пленарном заседании, но состоялось в непривычном формате беседы. Модератором стал Антон Хреков. В регионах именно, действительно, в первую очередь малый и средний бизнес – это тот триггер, за счет которого экономика должна расти. Хотелось бы спросить у Олега Фомичева, статс-секретаря, заместитель министра экономического развития России. Как вы считаете, потенциал малого и среднего бизнеса можно как-то развить, экстраполировать на международное сотрудничество? На самом деле, малый бизнес уже давно привлечен к международным контактам, правда, не в таком большом объеме, как этого хотелось бы. Просто если говорить вообще, есть ли какое-то одно, единственное, что называется таблетка, которая лечит все лекарства, то это, безусловно, малый бизнес. Потому что у нее, у этой таблетки, у этого малого бизнеса сразу много ролей, очень разных в экономике. Малый бизнес является подушкой, которая спасает экономику от серьезного падения во время кризиса. У нас здесь потенциал, безусловно, огромен, но серьезно недоиспользуемый. В рамках пленарного заседания состоялась презентация логотипа республики. Это начальный этап создания бренда Чувашей, того, с чем будет ассоциироваться наш регион. Логотипом работали специалисты в области дизайна, истории, этнографии. Очень большое внимание уделено сбору информации по вот этому, как бы, уникальным характеристикам Чувашской республики, которые можно было бы представить, в хорошем смысле продать в другие регионы, за пределами Российской Федерации. Центральный элемент, который обозначает с одной стороны солнце, с другой стороны движение, динамику, вот это генерирование, да, может быть, даже солнечную батарею. По самослу авторов, синий цвет символизирует небо и воду, зеленый напоминает об экономичности и природных богатствах. В рамках форума состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Между кабинетами министров Чувашей, агентством кредитных гарантий, ассоциацией русских и турецких предпринимателей также подписали протокол заседания рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Чувашской республикой и Республикой Беларусь. Эти дни мы будем работать в поте лица с одной единственной целью, чтобы появились у людей новые идеи, чтобы предпринимательское сообщество почувствовало внимание со стороны органов власти. На разных площадках бизнесмены будут говорить свои предложения, власть должна услышать, и власть должна сделать один шаг в сторону бизнеса, как мы обычно делали. На дискуссии у экспертов, политиков, предпринимателей два дня. Форум продлится и 24 июня. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика.